И три вещи приносят несчастье. Это та жена, на которую ты смотришь, и она вызывает отвращение, и когда ты куда-то уезжаешь, то она не бережет твое имущество и не бережет свою целомудренность. И это плохое верховое животное, непослушное животное, которое не слушается, если ты его ударишь, оно тебе принесет проблемы, то сюда чтоб побыстрее ехал. Если ты его оставишь, то это животное, на этом животном ты не сможешь догнать своих спутников. И тесный дом, сказал, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому из сунны просить у Аллаху, субхану ва Та'ля, сиа, фи сакан, фи маскан, просить у Аллаху, субхану ва Та'ля, про устроенное жилище, как приводит имам. Абу Хурейра сказал, пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям, ночью делал дуа, о Аллах, прости мне мои грехи, о Аллах, сделай мое жилье просторным, и дай мне барака, дай мне благодать в том, что ты мне дал. Также из тех вещей, которые приносит Саада в сердцах, приносит нам счастье, чтение Кур'ана. Поэтому, уважаемые братья, ко всем обращаюсь, в первую очередь к самому себе. Если в этой жизни постоянно, то есть, есть какие-то проблемы в этой жизни, есть какие-то дела, они никогда не закончатся. Поэтому, если ажгалятка дунья, постоянно ты в дунья, в этой, не можешь найти время для спокойствия, посиди в один день, один час, Кур'ан, почитаясь, размышляя над аятами, в Аллахе, увидишь, какое ты обращешь счастье в своем сердце. Поэтому, как сказал имам Аш-Шатаби, самый лучший собеседник, это Кур'ан, от которого ты не устаешь, с которым ты не устаешь беседовать. Это речь обращения Всевышнего Аллаха, и чем ты его больше читаешь, чем он красивее звучит, Кур'ан, сказал имам Аш-Шатаби.